I have ways of blowing things up. Не, 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 он не может быть три года, хотя, знаете, я никак не могу определиться, сколько время прошло между первой и второй игрой, потому что я ориентируюсь на Лую, и, типа, они что-то помирились в конце первой части, и решили, что будут играть свадьбу, сейчас они готовятся к свадьбе, ну, хорошо, я допускаю, что подготовка к свадьбе может занять, там, ну, в районе года, это запросто, вот, но то, что когда Нил сказал мне, что прошло три года, что-то я не знаю, опять же, все остальные события не выглядят так, как будто прошло уже три года, Аквиа та же самая, за три года она бы уже стала гораздо большим профессионалом, специалистом, она все такая же, если ничего, и девчонка, ну, короче, ладно, зато выглядит симпатично, ученые комментируют возможные нашествия водорослей, да-да-да, Дварфиотек и Големикс объединяют усилия для создания самовосстанавливающегося бетона, Дварфиотек, прикольное название для какой-нибудь рабочей компании, ну, то же, типа, Дварфера, Дварфия была бы лучше, кстати, Дварфера, Големикс, нет, на самом деле, классное название для компании, прикольно, начинаем день, у нас тут, да-да-да, подожди, Тут у нас ничего нового не добавилось, вот, Аквиа. Здорово, что в моей жизни есть люди, которые поддерживают меня, несмотря на то, несмотря ни на что, очень ценю. Понимаю тебя, Аквиа, но, мне кажется, это не просто, так, обычное расписание, зачем тогда ты это постишь, щитпостерша мелкая? Хотите узнать, откуда у меня такие крутые очки? Чекните сегодняшнего спонсора. Работаю с ними уже тысячу лет, обожаю их от Чечи, но это вы и так знаете. От Чечи реально прям норм. Хорошо, Лукасик, Тарасик, что у нас по историям сегодня? Бейлис, кстати, привет, подожди, я, почему я в кофе зашел, мне в газету надо зайти. Воспевай свое тело, ууу, 29 сентября. Воспевай свое тело за то, что оно скрывает правду внутри, изображая идеального мужчину, идеальную женщину, идеального человека, которым его видит мир, но не себя, оно не может быть собой и собственное, я спрятана глубоко внутри под свитером, который больше на 4 размера, мама купила его, когда тебе исполнилось 5, в надежде, что однажды он будет тебе в пору, по размеру ли он тебе, воспевай свое тело за то, что оно носит дизайнерскую одежду, которая под тебя подстраивается, Фигаси, Гуччи, для дней, когда не чувствуешь в себе уверенность, Шанель, когда вокруг ад, Луи Виттон закрывает твое тело. Не люблю, кстати, дизайнерскую одежду, ну вот в таком виде, знаете, есть хорошая, там, например, спортивная одежда, тот же самый Нью Баланс или Найки, кроссовки, в принципе, одежка, она нормальная, но я не люблю вот эти вот все обычные шмотки, которые стоят хрен знает сколько и не служат какой-то определенной цели. А, кстати, Луи Виттон, который закрывает твое тело, словно гроб, ты прячешь то, что считаешь уродливым. В Версачи и Диор, не понимая до конца, мальчик ты или девочка, или кто вообще, тело по-прежнему не знает, что ты желаешь увидеть, увидеть в штанах армяне, армяне, блин. А еще воспивай свое тело за то, что оно выживает. Мода есть мода. В обтягивающей юбке ты женщина, в черной рубашке мужчина, в толстовке ты нежива, не мертва, мягкие чашки бра заполняют дыру в груди, ты замазываешь, чтобы скинуть тяжесть с плеч. На самом деле ты ищешь лишь причину жить. Когда дьявол приглашает тебя на танец, ты великолепна. И воспивай свое тело за то, что оно растет, спрасывает оковы, прощает мать за ожидание отца, за разочарование своего владельца, что продолжает рисовать полосы на запястьях. Молить, вот бы уже все, и все же продолжает существовать. Рисовать полосы на запястьях, вот бы уже все, типа сраные самоубийцы. Никогда так не делайте, это отвратительно, это не выход. Там тупик. О, как счастливо должно быть вены, разносящие надежду по артериям прямо к сердцу. Тело, которое не может оставаться сломанным, тело прославленное, тело прощенное. И воспивай свое тело за то, что оно есть, за то, что оно благословенно каждой клеткой, как и совершенно женщины, совершенно мужчины, совершенно тело. Вне дихотемии, как совершенно души в поисках тел, которые бы им подошли, словно обувь с полки в шкафу в ожидании своей очереди. Настанет день для красивых высоких каблуков, настанет день для песен о красоте тела, песен фантастических, тантрических. Настанет время, и нагота живет в гордости. Честно, я понимаю, что это переведено, и что, по идее, там должна быть хорошая, красивая рифма. Если бы я ее слышал, я бы ее оценил. Оставим пока что рифму, оставим то, что она не рифмуется. Как бы, смысл всего, что здесь написано, он одновременно и есть, но и мне одновременно не понравилось. Так что, ну, ладно. Привет. А можно? А можно, пожалуйста? Тук-тук, есть кто? Что? Бээллис, привет. Так тихо зашел. Как поживаешь? Все хорошо. А вот тебя как-то, тебя как будто что-то тревожит. Поделишься? О, с радостью. Я все думаю о скрытой стороне вещей, о том, как сильно наши представления о мире расходятся с реальностью. Все и все вокруг не совсем такие, какими кажутся. Забавно. Я как раз думаю о том же, по пути сюда. Тут, кстати, все зависит еще, знаете, от точки зрения. То есть, мы себя привыкли видеть с какой-то определенной точки зрения, как самого себя. Но также есть все остальные люди, которые нас видят, там, родственники, неродственники. Любой человек, который с нами коммуницирует, общается, ну, то есть, не обязательно родственника. Даже просто прохожий на улицу, он нас увидел, у него моментально в голове сложилось какое-то мнение о человеке, которого он увидел. То есть, бессознательно. Просто ты кого-то видишь на улице, и у тебя сразу же возникает так вот, лицо приятное и неприятное, одет нормально, ненормально, чего от него ожидать и всякое такое. Если человек, там, например, красивый или заслуживает дополнительного внимания, мы проводим какую-то дополнительную оценку. Но даже мельком взглянув на кого-либо, у нас сразу же складывается об этом человеке какое-то мнение, впечатление, так, как мы его видим. И вот таких вот взглядов на нас, их же сколько и людей, тысячи и тысячи. Это неплохая тема для философии. Поху, когда мы практически живем в соцсетях, создается впечатление, что личность можно охарактеризовать одним предложением или фотографией. И да, и нет. Но это не так. Не так-то просто кого-то по-настоящему узнать, даже если это кто-то ты сам. Вот, вот это правильная мысль. Особенно, если это кто-то ты сам. Ха, кажется, в этом наше мнение сходится. Да. Я вообще много об этом размышляю в последнее время. Как это связано со свадьбой? Точно подмечено. Как с этим обстоят дела? Несколько дней назад мы решили устроить передышку и взять время на размышление. Это не предвещает добра. Нет-нет, не пойми неправильно, мы не расстались, ничего такого. Фух. Мы через столько прошли в наших отношениях, мы уверены. Но бывает, что когда мы вместе, то нам тяжело оценивать ситуацию в целом, понимаешь? Думаю, что понимаю. Поэтому мы решили дать друг другу немного пространства, чтобы понять, чего мы хотим от свадьбы. И что важнее, от брака. Ясно, и как же прогресс? Рассказать покороче или подлиннее? Я всегда не поручу выслушать полную историю. Хорошо. Тогда я тебе все расскажу. Но сначала сделай заказ. Конечно, что тебе сделать? Да я даже не знаю. Что-нибудь согревающее. Что угодно, без разницы. Ладно, как насчет травяного чая? С гибискусом или мотыльковым горошком? Да почему бы и нет, с молоком и медом, если не сложно. С гибискусом. Молоком и медом. Отсвежающий, сладкий. Еле-еле теплый, да? Латте-влюбленность. Подать. Держи. Надеюсь, понравится. Спасибо. Вкуснотища. Сразу воспоминания нахлынули. Знаешь, что я больше особо не общаюсь со своей семьей? Да. Жаль, что так вышло. Брось, я по ним практически не скучаю. Но, по большому счету, это просто кучка людей. Над которыми мне не так уж много общего. Хорошо, что ты разобрался с этим, Бейлис. Я так считаю. Я скучаю только по одному члену семьи. Причем уже довольно давно. Ага. Предположу, что по тому, кто уже ушел из жизни. Опять в точку. Я очень любил прабабушку. Когда я был ребенком, родители постоянно ссорились. До сих пор помню, как это было ужасно. Мне было очень страшно, что они меня бросят вместе или по отдельности. И сегодня это кажется мне нелепым. Много речь о довольно давних воспоминаниях. Родители много значат для детей. Особенно, когда дети маленькие. Это нормально. Все вне зависимости от того, какие родители на самом деле или как они себя ведут. Да. Так вот, почти все вечера я проводил у себя в комнате, свернувшись в клубок. И пытаясь игнорировать крики за стеной. Ну все, было иначе, когда в гости приезжала бабушка. Ссоры, конечно, не прекращались. Физское высшее общество прекрасно имеется приличие. Но только не среди близких. Бабушка понимала мои переживания. И всеми силами старалась смягчить ситуацию. Когда мы проводили вместе время, она переносила мне чашечку травяного чая. Переносила? Да. С медом и молоком. И когда я пью этот напиток здесь, с тобой, то снова чувствую, будто нахожусь рядом с семьей. Похоже, она была очень проницательной. Да, она была лучше всех, а потом заболела. О нет, как так вышло? Оказалось, эльфы не болеют. А, это все эльфийская пропаганда. Эльфы действительно не могут подцепить обычную простуду или грипп. Но страшная, серьезная болезнь для нас так же опасна, как и для остальных. И многие из нас от них умирают. Только вот в эльфийском обществе есть убеждение, если ведешь правильный образ жизни, то тебя ждет мирная смерть в собственной постели. Когда кто-нибудь умирает, обычно так и говорят. Из-за этого бывает, что семья делает вид, что все нормально до самого последнего момента. Так и произошло с бабушкой. Последние недели жизни практически держали под замком. Это какой-то кошмар. Мне удалось ее навестить, и она пыталась храбриться, но я видел, что ей плохо. Хотя она и до этого была не особо счастлива. По крайней мере, у нее был ты. Слабое утешение. Но да, я рад, что мне удалось не побыть. Подумать только, я ведь мог застрелять со своей семьей. Уверен, ей это бы не хотелось. Частичка меня надеется, что она бы сейчас мной гордилась. Точно бы гордилась. Спасибо. Ну вот, опять меня занесло. Да, все нормально. Но как думаешь, то, что ты вырос в атмосфере конфликта, влияло на... Имеет ли это отношение к тому, что вам слой бывает тяжело договориться? Ну, в какой-то степени да. Но на самом деле... Привет. Аманда, ты еще не переоделась? Добрый вечер. Привет. И тебе привет. Кажется, мы раньше встречались. Меня зовут Сильвер. Бейлис, приятно познакомиться. А ты, наверное, Аманда? Да, но ты не часть нашего разума. Как ты... Луи рассказывала мне о том, как встретилась с вами где-то неделю назад. А, это та жительница земли, с которой мы познакомились во время первого посещения кофейни. Приемлемое объяснение. Ты тот, с кем она ходит на свидание? У нас все немного серьезнее. Я ее жених. Действительно? Возможно, стать женихом после этапа свидания невероятно мало. Всего тринадцать тысячных процентов. Поздравляем, ведь шансы были так малы. Спасибо. Итак, отпрыски кофейни. Мы хотим пить. Отпрыск кофейни? Как тебе достался такой титул? Понял, не будем об этом. Переведем тему. Аманда, ты собиралась сделать заказ? Да. Мы желаем незабываемо... Незабываемо с вами проститься. У меня было предположение, что это рано или поздно произойдет. Теперь мы не скоро увидимся. Именно так. Получается, вы завершили свои исследования на земле? Почти. Мы вполне удовлетворены результатами нашей миссии. Любопытно, кажется, вам есть что рассказать. Но сначала поделитесь своими ожиданиями от напитка. Мы желаем попробовать то, чего еще никто не... Никогда... То, чего еще никогда не пробовали. Тогда включу воображение. Да, постарайтесь не использовать ингредиенты, которые нам уже знакомы. Откуда я знаю, что я тебе раньше готовил? Подожди. Так же нельзя. На, на и на. Это будет максимально отвратительный напиток. Грустное сердце. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Фига. Я взял рандомные ингредиенты. Аквия. Здорово, что в моей жизни есть люди, которые поддержат меня, несмотря на это было уже. Аманда. О, Бейлис добавился. Добавил информацию немножко. Так, хорошо. Я тут случайно новый горячий шоколад открыл для себя. Вот, держи. Надеюсь, такого вкуса вы еще не пробовали. Коэффициент новизны не соответствует ожиданиям и параметрам. Но сейчас они не кажутся нам столь важными. Интересно, в чем дело. Может быть, в тебе говорят эмоции? А мы не испытываем желания это обсуждать. Кстати говоря, агент вас больше не тревожил? О, мы едва не попали в беду. Дело в том, что у нас было небольшое недопонимание с властями. Да. Лея? Луя? Чувак. Называть свою невесту немножечко не тем именем, это всегда не очень хорошо. Агент очень ее разозлил, когда она пришла домой в тот вечер. Ее трясло от гнева. Прошу, передай ей мою благодарность. Тот агент не бросил попыток чего-нибудь выяснить даже после второго визита в кофейню. Страшнее всего было, когда он пришел в мое кафе. Точнее, он думал, что это кафе. Я перепугался, что он нас раскусил, но оказывается, ему просто понравился наш разговор. По крайней мере, так он сказал. Не знаю, правда это или нет, но когда он увидел, что кафе еще не открыто, то он ушел и пока не возвращался. Какое облегчение. Да, мы об этом довольно долго размышляли. Пришли к выводу, что от подобных острых ощущений лучше отказаться. Они вызывают у родича грусть. Похоже, вы теперь гораздо лучше понимаете эмоции, Аманда. Спасибо, отпрыск. Мы счастливы, если это действительно так. Значит, наша миссия действительно выполнена. Вы прибыли, чтобы научиться чувствовать эмоции землян? Нет, мы прибыли с целью общего изучения землян. Но теперь мы считаем, что эмоции один из наиболее любопытных аспектов местных жителей. Мы собираемся опубликовать, если использовать ваши термины, научную статью. Неконтролируемые стимулы и рефлексивные нейтронные паттерны, глубокоуровневая коммуникация в рамках коллективного и одиночного сознания. Ого. Сразу понятно, что исследование серьезное. Я даже название не понял. Аманда всегда отличалась своим незаурядным умом. Но, Аманда, ведь у вас была всего одна миссия. Если вы нас покидаете, значит... Да. Мы с Перлс ходили на свидание. Ты же пытаешься найти любовь, да? Да, пытался. Думаю. Думаю, я ее нашел. Погоди, первое свидание ведь прошло совсем недавно. Все, пару дней назад. Я давно этого ждал. Кажется, в этот раз звезды сошлись. Когда коллективный разум поручил мне эту миссию, когда я прибыл на Землю, и пока я все это время беспрестанно менялся, я надеялся, что кто-нибудь увидит меня таким, какой я есть. И у меня есть ощущение, что она меня видит. Замечательно, но мне интересно, как та частью коллективного разума. Разве я не чувствовал себя увиденным? И да, и нет. На самом деле, мы надеемся, что сможем это изменить с помощью исследований. Коллективного разума мы откровенно делимся мыслями и желаниями, но не можем объяснить причины наших желаний, то есть эмоций. Мы не зацикливаемся на них и не собираемся делать этого в избытке. Теперь нам кажется, что делиться ими важно. В определенной степени. Да, Манда частично ответила на вопрос. Когда я прибыл на Землю, то не осознавал, что испытываю эмоции, и мне не удавалось их выражать. В некотором смысле это до сих пор моя слабость. Мне всегда будут сложнее понимать свои эмоции, чем большинство людей. Но когда я все же пришел к их пониманию, меня отхватил страх и восхищение. Что, думаю, не редкость. Да, ты прав. Для того, чтобы честно взглянуть на свои эмоции, нужно немало смелости. И это требует времени. А еще больше времени необходимо, чтобы найти того, кто согласился взглянуть на них вместе с тобой. При этом не испугается, примет их такими, какие они есть. Тяжело найти того, кто будет смотреть на тебя с ясностью и добротой. Надо ценить, когда такое случается, верно? Это прекрасно, это большая редкость. У тебя слуи именно так? О, да, я почти забыл, насколько это важно. Не повезло, что у меня есть верные друзья, которые напоминают мне о столь важных вещах. Получается, вы с луи разобрались со своей ситуацией? Все, не могу больше молчать. Извиняюсь, что прервали прошальную речь, ребята, но... Хочу официально пригласить тебя на небольшой праздник, который пройдет через три дня. О, значит, разобрались. Ага. Время порознь вошло нам на пользу. Мы увязли в мелочах и, если честно, собственных сомнениях и переживаниях. Так что мы решили все упростить. Никакой святыни, никаких заоблачных трат, ничего такого. Только мы и самые близкие члены семьи. Некоторые из которых достались нам от рождения, а некоторых мы выбрали сами. Мне так приятно, Бейлис. Ну, брось. Ты знаешь, как мы ценим тебя и эту кофейню. Кстати говоря, у меня и приглашение для Хайта с собой. Я не хочу особого приглашения для кое-кого особенного. Бейлис и Луя. Точнее, приглашение для Хайта и Галлы. Очевидно, с кем придет Хайд. Передажен при встрече? Сочту за честь. Сильвер и Аманда. Для вас у меня... Я его до сих пор Нилом называю. Он Сильвер, но я его до сих пор Нилом называю. У меня распечатанного приглашения нет, но вы тоже входите в кофейную семью, так что уверен, что Луя будет вам рада. Не хотите присоединиться к нашему особому вечеру? Особому вечеру? Нас еще ни разу не приглашали на особый вечер. Это на 99.99 приятно. И печально, потому что нам придется отказаться. Так, огромное спасибо за приглашение, Бейлис, но, к сожалению, завтра мы покидаем Сиэтл. Правда? Мне казалось, вы встаньте здесь на подольше. Аманда, вы собираетесь обратно в космос? Пока нет, сначала мы отправимся в путешествие. Прекрасный план. Да, мы с Аманда решили поездить по стране. Если у нас останется время, может быть, на одной стране мы не остановимся. В общем, мы хотим побыть туристами. Туризм любопытнейшая концепция. Родичи много раз объясняли ее нам, но нам по-прежнему тяжело ее понять. Мы всегда рассматривали путешествие как необходимый шаг к достижению цели. Но, похоже, в рамках туризма путешествие это сама цель. Что, по сути, является круговым рассуждением. А, может быть, может быть, на путешествии все равно очень весело. Путешествовать очень весело. Мне кажется, потому люди и тратят на это время. В путешествии можно повеселиться, расслабиться, увидеть много красивого. Я бы больше сказал, наверное, не про время, а про деньги, потому что время на путешествие оно всегда найдется, если есть желание попутешествовать. А вот в наше время это немножко дороговато. Раньше можно было сесть на телегу и больше никогда не увидеть свою деревню. А сейчас я немножко по-другому. В этом состоит наслаждение жизнью. Наслаждение как цель. Для нас это новинка, но мы на 99,9 хотим это испытать. Ну, никакие. С прибытия я еще ни разу не выезжал из Сиэтла. Думаю, я переживал, что буду выделяться, что придется начинать все сначала, но, зная, что ты здесь, мне всегда будет куда вернуться, почувствовать себя дома. Эта мысль меня успокаивает. Мне очень приятно это слышать. Думаю, самое время сделать заказ. Конечно, что тебе приготовить? Я бы хотел попробовать напиток, который отразил бы дух нашего предстоящего приключения. Что-нибудь сладкое и расслабляющее. Значит, сладкое и расслабляющее, но при этом напоминающее приключение. Да, в точку. Как насчет чашечки горячего шоколада с какой-нибудь интересной добавкой? Прекрасный дикарит шоколад. Сладкий шоколад с пряными нотками это то, что надо. Я только что от твоей подруги тоже самое гадаю. Так, хорошо, шоколад. Давай так попробуем. Хотя мед и шоколад, честно говоря, такое все сочетание. Нет. Подожди. шоколад. Молоко и корица. Пряная леди. Давай. Как раз, если в Англию поедете. Держи. Надеюсь понравится. Не совсем то. Ну, блин. Вот это вот с пряными нотками что-то где-то. Ну, ничего страшного. Я так рад, что я два могу сосредоточиться на вкусе. Могу себе представить, пушистая по стране это большое дело. Да, но это не единственная причина моей радости. Довольно драматичная пауза. Теперь мне предстоит узнать, что ты скажешь. Мне не терпится узнать, что ты скажешь. У вас, ребята, такая захватывающая жизнь. О, вовсе нет. Мне кажется, я довольно скучный. Да, ведь ты всего-то глава тайного сообщества инопланетного происхождения. Некоторые мои жизненные обстоятельства и правда весьма необычны. Но то, чему я радую, встречается довольно часто. Я родич рад, что к нам присоединяется девушка, с которой он ходил на свидание. И вы должны признать, что возможно слишком строго осудили ее асимметричность лица. Хотя левая сторона лица Пэрл отличается от правой на 9%. Мы согласны с ее анализом кино на 99,99%. О, секундочку. Аманда, вы встречаетесь с Пэрл и обсуждали кино? Она поедет с вами в путешествие? Как это произошло? Вчера мы вместе смотрели орочи вестерны. Пэрл они тоже очень нравятся. не слышат голос энтузиазма. Мне к счастью, ей нравится опера о космических путешествиях. Понятно. Вы учитесь идти на компромиссы? Похож на то. Приятно, что она познакомилась с Амандой и что они поладили. Она знает, откуда ты Сильвер знает? На самом деле. Я рассказал ей на первом же свидании. Ого, смелый поступок. Открывать другому человеку всегда тяжело, но доверять тому, кого только встретил, тому, кто начинает тебе нравиться, это требует смелости. Спасибо за добрые слова, но все произошло немного иначе. Честно говоря, я совсем не планировал сразу все рассказывать, хотя здесь я всегда чувствовал себя в безопасности. Я знаю, что не все люди с пониманием относятся к таким, как я, так что я не был уверен, что расскажу что-нибудь подобное в тот вечер. Но когда мы разговорились, мне было приятно услышать ее ближе, я понял, что не хочу, чтобы у нее оставалось обо мне ложное впечатление. Мое прошлое это часть меня. Если я хочу найти человека, который видит меня таким, какой я есть, тогда им нужно знать и про мое прошлое. Оказалось, я принял верное решение. Знаешь, если бы она узнала твою историю и после этого изменила бы свое мнение о тебе, тогда бы ты понял, что она не стоит твоего времени. Пожалуй, да, и все же я тобой восхищаюсь. Дело в том, что и это может прозвучать немного странно, но я горжусь тем, кем я стал. Я хочу, чтобы мои близкие тоже мной гордились. Что значит гордиться? Гордиться когда гордишься собой, это значит, что твои достижения приносят тебе удовольствие, удовлетворение. Особенно, когда в них пришлось сложить много сил. Когда гордишься другими, это значит, что ты думаешь о том, кто тебе небезразличен, какой это человек, как он себя ведет. Эти мысли приносят тебе радость. А, понятно. Мы определенно гордимся тобой. у нас такая славная семья, как у тебя с Луи Беллис. Это правда. Семьи, которые мы выбираем для себя сами обычно классные. Так, когда мы познакомились с Перл, то пришли к выводу глубина отношений в семье, которая суждена была родиться и семье, приобретенной осознанно, может быть абсолютно одинакова. Но в обоих случаях требуется прилагать усилия и пытаться понять друг друга. В процессе возможно возникновение незначительных различий, но в итоге связи схожи на 99 и 99. Так и есть. Ну, нам пора идти. Да, нам еще предстоит собрать вещи. Впервые слышу, что кто-то с такой ладостью это предвкушает. Аманда не упомянула, что собирать вещи предстоит мне. Она же будет анализировать местный ритуал по складыванию рубашек к поиску носков и прочего. Именно. Мы намерены продолжить собирать данные для нашего исследования. Это весьма волнительно. Удачи, Сильвер. Она нам понадобится. Ах, веселого вам путешествия. Надеюсь, ты подробно расскажешь нам о нем, когда вернешься. Договорились? Доброй ночи. Это из орощих вестернов. Пока-пока. Этих я бы хотел еще увидеть, они прикольные. А у тебя тут не соскучишься. Стараюсь поддерживать атмосферу. Кстати говоря, вы бы не хотели провести здесь вечеринку после свадьбы. Знаю, тут не слишком просторно, но... Хотели бы мы? Это наша мечта. Честно говоря, мы не хотели навязываться, но лучше места не придумаешь. Мне без разницы, что само помещение не очень большое. Свадьба у нас будет скромная и уютная, так что это идеальный вариант. Тогда решено. Луя будет в восторге, когда я об этом расскажу. Знаешь, я прямо сейчас пойду и поговорю с ней. Захватывающая перспектива. Отцу. Спасибо еще раз. Ты наш ангел-хранитель. Ну все, я пошел. Доброй ночи. Скорее, отряд ангелов-хранителей. Доброй ночи, Белис. Отряд ангелов-хранителей. Умеете заинтриговать? Так. Ладно, ребятушки, думаю, на этом тогда день закончился, серию тоже будем заканчивать. Сегодняшняя серия мне понравилась больше, чем предыдущая. не знаю, как-то все реально очень сильно зависит от персонажей. И когда у тебя положительные персонажи сидят, о, шевел. Бар, это, бар, кафе закрывается под утро, у меня тут уже тоже под утро, поэтому, да. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok